С 30 марта Архангельский ЦБК, который относится к предприятиям непрерывного производства, будет продолжать свою работу. Однако она будет скорректирована с учетом сложившихся обстоятельств. О том, как будут работать комбинаты, какие меры предпринимаются на предприятии для защиты работников, поговорим сегодня с генеральным директором Архангельского ЦБК Дмитрием Игоревичем Зелевым. Дмитрий Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Игоревич, все-таки в каком формате будет работать Архангельский ЦБК на следующей неделе? Все ли работники будут работать? Да, вопрос очень интересный для всех, животрепещущий, скажем так. И я сегодня здесь, чтобы как раз из первых уст сказать, как мы будем работать. Мы все прекрасно знаем, что вышел указ президента об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней в следующей неделе. Но, если прочитать внимательно указ, там есть пункт 2, где написано, что настоящий указ не распространяется на работников непрерывно действующих предприятий, к которым, собственно, Архангельский ЦБК и относится. И речь идет не только, так скажем, о подразделениях, технологических службах, о производственных процессах. Речь идет о всем предприятии, поскольку Архангельский ЦБК – это единое целое. Это единый производственный технологический комплекс, который производит готовую продукцию. И производить готовую продукцию без сервисных, ну, так называемых сервисных подразделений или производств, он, конечно же, не сможет. И вторая позиция – это тоже, она указана в указе президента – это предприятия, которые занимаются теплоснабжением или электроэнергоснабжением городов-сателлитов или городов-спутников, собственно, чем Архангельский ЦБК сегодня и занимается. То есть работают вообще все? Или, может быть, кто-то там переведен на удаленку? Или какие-то вот сотрудники будут сидеть в эти дни дома? Вы знаете, мы прекрасно осознаем серьезность ситуации, поскольку события в мире, которые мы сегодня ежедневно видим из новостей, они на самом деле ужасают. И мы осознаем ответственность не только перед работниками комбината, так и, конечно же, перед жителями города Новодвинска. Поэтому в четверг было выпущено распоряжение на Архангельском ЦБК, которое позволяет всем руководителям подразделений направить в службу административного директора список людей, кого они готовы перевести на удаленную работу, список людей, кого они готовы отправить на выходные. Мы прекрасно понимаем, что эта работа в условиях форс-мажора, поскольку на Архангельском ЦБК все процессы запараллелены, они четко работают как часовой механизм. И выпадение одной из составляющей вот этого механизма может подвергнуть угрозе работу всего предприятия. Это ведь и снабжение, это и сбыт готовой продукции. Ведь Архангельский ЦБК работает 24 часа в сутки. Производится продукция, ее надо отгружать, поскольку если мы ее отгружать не будем, склад заполнится и мы можем просто остановиться. То же самое касается и снабженческих функций. Предприятие работает, нужно постоянно получать химикаты, лес, другие товарно-материальные ценности. И эти все процессы обрабатываются людьми. Поэтому на сегодня, исходя из вот той ситуации, которая сегодня сложилась, руководителям подразделений даны широчайшие полномочия в определении того круга людей, которые смогут обеспечить работу предприятия вот на этот, скажем так, сложный форс-мажорный период максимально эффективно. Это как бы раз. Второе, мы все прекрасно понимаем, что и знаем, в соответствии с этим указом, будут закрыты все детские садики. Школы уже у нас не функционируют, отправлены на каникулы. И это тоже у нас одна из забот, когда мы вот в пятницу буквально снова разослали всем руководителям подразделений производств разъяснение, что если у нас на предприятии трудится семья из двух человек, у кого ребенок, то однозначно поставлена задача отправить одного из родителей на удаленку, либо на выходные. Если не двое родителей, нет возможности сделать как-то смены, отправляем всех, кого это возможно. То есть мы здесь максимально пытаемся найти баланс между той необходимостью производственной, которая должна быть у нас на предприятии, и той ситуацией сложной, которая на сегодня у нас возникла. Я думаю, что с учетом данных нами распоряжений и приказов мы здесь этот баланс найдем. Еще одна из главных рекомендаций для предотвращения распространения коронавируса это максимальное сокращение контактов. И я знаю, что на Архангельском ЦБК сейчас всеми возможными способами пытаются ее выполнить. И совещания проводятся в формате конференц-связи, командировки без острой необходимости не оформляются. Что еще может быть? Какие вот меры, чтобы поменьше друг с другом общаться? Да, вы абсолютно правы. На сегодня мероприятий очень много, которые уже реализуются, хотя, может быть, они и не видны вот прямо так снаружи, потому что я знаю, в социальных сетях люди пишут, что мы ничего не делаем. Отнюдь. Делается очень много. И вот перечень мероприятий, он едва умещается мелким шрифтом на одной странице. На контрольно-пропускных пунктах комбината проводится опробирование средств тепловизионного контроля. Мы поставили камеры, сейчас мы их опробуем. То есть из потока людского мы видим, если человек с повышенной температурой, мы сможем его выделить, измерить температуру уже на месте. Если это необходимо, конечно же, отстранять работу и сделать все необходимые действия, которые предписываются в данном случае. То есть мы устанавливаем тепловизоры. Не производятся командировки. Все командировки как по России, так и за пределы Российской Федерации запрещены были еще ранее, еще полторы недели назад. Временно отменили мероприятия, связанные с обучением персонала. Не ведутся очные встречи работников предприятия. Встречи и совещания все проводятся в режиме конференции. На сегодня мы готовы не только в режиме конференции проводить аудиоконференции, но и видеоконференции. Я думаю, что в следующей неделе мы начнем проводить именно такие все совещания в режиме видеоконференции. Значит, приостановлен прием профориентационных экскурсий. Вы знаете, к нам ездят на экскурсии. Всем это очень нравится. Значит, приостановлена выдача путевок неработающим пенсионерам в санатории-профилакторию. Ну, опять же, в соответствии с указом президента и дополнительными указами нашего губернатора, наше дочернее предприятие «Быт» тоже на следующей неделе не работает. То есть и бассейн, и спортивный комплекс тоже не работают. Поэтому там у нас тоже не будет проводиться никаких соревнований, никаких занятий. Понятно, согласование всех документов по системе электронного документа оборота. Ну, то есть здесь очень много-много мероприятий. Ну, и кроме того, конечно же, проводится, как и предписывает и российская организация здравоохранения, и всемирная, это постоянное обезвреживание, дезинфекция всех мест общего пребывания работников предприятия. Да, по этой теме мы встретились как раз с руководителем акционерного общества «Быт» Татьяной Валентиной Белоглазовой. Она подробно нам рассказала о том, как производится дезинфекция и санитарная обработка помещений на Архангельском ЦБК. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Новый коронавирус, он неустойчив в щелочных, кислотных и спиртовых средах. Клининговая служба при уборке помещений бытовых и служебных Архангельского ЦБК использует моющие средства, содержащие именно такие среды. Архангельским ЦБК еще до введения губернатором особого режима на территории Архангельской области был предпринят ряд мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Одним из мероприятий этого была закупка специальных противовирусных средств для обработки поверхностей и кожных покровов. К сожалению, учитывая общую ситуацию в стране, поставка этих противовирусных средств для обработки задерживается. Ожидается, что они будут поставлены в начале следующей недели. На этот период было принято решение все поверхности дополнительно дезинфицировать еще с помощью хлорсодержащих средств. В случае задержки поставки специальных противовирусных средств для обработки поверхностей, мы будем продолжать производить дезинфекцию с использованием гипохлорита, имеющегося на комбинате. В местах наибольшей проходимости дезинфекция поверхностей хлорсодержащими средствами производится каждые два часа. Особое внимание у нас уделяется обработке верных ручек, перил, турникетов, тех мест, где люди касаются своими руками. Мы очень надеемся, что вот эти меры позволят все-таки сохранить наших работников от заражения коронавирусной инфекцией. И, Дмитрий Игоревич, сегодня, конечно, особое внимание уделяется тем, кто приехал из-за границы, потому что в основном случае это привозные у нас. Да. Работники Архангельского ЦБК имеют возможность отдыхать не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. И мы, да, прекрасно понимаем, что, к сожалению, коронавирус у нас на сегодня привозной, и поэтому по возвращении из-за граничного отпуска, это тоже у нас уже предписано на Архангельском ЦБК, работник предприятия должен провести 14 дней в режиме самоизоляции. То есть мы получаем информацию, что работник сам должен нас известить, что вернулся. Более того, мы контролируем, когда он выходит из отпуска, мы уточняем обязательно, выясняем, откуда человек приехал. И если человек приехал из-за границы, он отправляется на самоизоляцию, самоизоляцию и пропуск, электронный пропуск у этого человека аннулируется. То есть у него нет физической возможности, технической, зайти на территорию Архангельского ЦБК для того, чтобы работать. Я вот даже знаю, что сейчас, когда пишут заявление на отпуск, тоже просите указывать, куда человек собирается поехать, чтобы тоже отслеживать эту ситуацию. Да, на прошлой неделе это было актуально, но сегодня уже все прекрасно, мне кажется, осознали, все работники предприятия осознали серьезность ситуации. Более того, и указы президента, и указы премьер-министра уже говорят о том, что идет к тому, что будет закрыто, наверное, все транспортное сообщение не только с внешним миром, но и внутри Российской Федерации. Поэтому я думаю, что тут на сегодня отпусков у нас, наверное, каких-то серьезных не предвидится. Но, тем не менее, конечно, это обязательное поле, которое работник при написании заявления в отпуск должен заполнить. Еще одна проблема в сложившихся условиях – это паника. И она возникает от нехватки информации, или от того, что она недостоверная. Каким-то образом здесь работаете? Да, конечно. Ну, самое первое – это то, что мы еще на прошлой неделе разместили обращение, сразу же после появления указа президента, в общем-то, где мы дали четкую позицию, что мы предприятие непрерывно работающее, и поэтому указ президента на нас не распространяется. Но, тем не менее, опять же, появилась масса слухов. Кто-то так трактует, кто-то так. Но вот я знаю, что мы с коллегами по цеху, по цеху мы общаемся. Если, допустим, Монди Бизнес, это Сыктывкар, работает в точно таком же режиме, максимально отправляют людей на удаленку, максимально людей отправляют на выходные, где-то не вредит или как-то не помешает технологическому процессу. Второе – это то, что я сегодня здесь, поскольку я вижу, что происходит в социальных сетях, и поэтому, если есть какие-то ко мне вопросы, если есть какие-то непонятные вещи, что нужно разъяснить, и я всегда это на встречах с трудовым коллективом говорю. Есть каналы передачи или получения данных. Задайте вопрос именно на Архангельске ЦБК, не ищите информацию на просторах интернета. Там кто как хочет, так и трактует. Сегодня первоисточником может являться сайт Министерства труда Российской Федерации и сайт Президента Российской Федерации. Мы готовы, получив комментарии, тоже отдать эти комментарии. Поэтому мы их даем на бегущей строке. Мы их даем в наших социальных сетях, в социальной сети ВКонтакте Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. И, конечно же, максимально подробную информацию мы даем в нашей газете «Бумажник». Ну вот я уже видела, кстати, что вопросы, в принципе, поступают, и ответы на них уже тоже выкладываются в социальных сетях. Там, в частности, был вопрос по тому, как будут оплачены вот эти, вроде как, нерабочие дни, которые для предприятия рабочие. И там ответ был размещен. Да, здесь очень важно понимать, что это не рабочий день, это не выходной, это не праздник. И еще раз повторюсь, Архагельский ЦБК – это предприятие с непрерывно работающим циклом. Поэтому все, кто у нас уйдет на выходные, оплата будет производиться в одинарном режиме, в одинарном размере. Это закон, это тоже в комментариях на сайте Министерства труда. Поэтому ни о какой двойной оплате, если кто-то будет и привлекаться на работу, конечно, не идет речи. И более того, я бы хотел еще дополнить. Дистанционная работа, о которой мы сейчас говорим, предполагает собой не просто то, что человек сидит дома и ничего не делает, или может пойти погулять там, позаниматься где-то на улице своими делами, и уехать на дачу. Нет, отнюдь. Речь идет о том, что человек сидит, находится у себя дома, и он готов в любой момент, в свое рабочее время, дневник лета, либо сменчик, выйти по просьбе мастера, начальника цеха, непосредственного руководителя на работу для исполнения своих непосредственных обязанностей. Потому что мы понимаем, сегодня предприятие будет, на следующей неделе, может быть, это продлится еще больше, предприятие будет управляться в ручном режиме. Это сложный режим, я думаю, что мы за неделю отработаем. Конечно, тут, в общем-то, для нас ничего нового нет. У нас есть опыт работы в новогодние праздники, которые длятся достаточно долго всегда. Но здесь есть одно маленькое различие. К новогодним праздникам мы начинаем готовиться за полтора месяца. Это очень серьезная, кропотливая работа не только внутри предприятия, но и со всем окружающим нас миром. Это и с поставщиками товарно-материальных ценностей, теплоэнергоресурсов, это и с покупателями готовой продукции, и с транспортными компаниями, и т.д., и т.д., и т.д. То есть очень-очень большая работа проводится, составляются графики работы. И очень, опять же, важно понимать, выходные дни, вот если говорить о новогодних праздниках, комбинат не отдыхает. Я не говорю о технологическом персонале, они работают, как уже было сказано, 24 часа в сутки. Но у нас без перерыва работает и бухгалтерия, и департамент информационных технологий, и с бытовыми службами, и логистические, и снабженческие. То есть у нас работа сервисных подразделений, она не останавливается ни на минуту. Поэтому здесь важно, опять же, развеять слухи, когда речь идет о каких-то новогодних праздниках, я слышал такое мнение, что технологический персонал работает, а условно бухгалтерия отдыхает. Нет, бухгалтерия с 1 января работает, потому что есть жесткие сроки сдачи отчетности, как бухгалтерской, так и налоговой. И с нас тут обязанностей никто не снимал. Поэтому работают все. Сейчас будем управлять вручную. Дмитрий Игоревич, конечно, работа производства – это очень важно, но и защита здоровья работников – это тоже сегодня приоритетное направление. Каким образом? Мы уже поговорили про тепловизоры, про санитарную обработку, еще какие-то, может быть, меры предпринимаются для защиты именно здоровья работников, тех, которые сегодня будут выходить на свои рабочие места. И, не знаю, может быть, это какие-то санитайзеры, мыло там, что еще может быть? Вы знаете, мероприятий очень много, но реализация этих мероприятий, она, к сожалению, ну, всю, опять же, объективных причин затягивается, потому что сейчас и санитайзеры, и респираторы, и градусники моментально, единомоментно понадобились всем. Наша служба снабжения работает очень напряженно в этом направлении. Могу сказать, что уже с понедельника начнут выдаваться средства, обеззараживающие для поверхностей, для рук. Объемы, о которых мы говорим на сегодня, это уже тонны, которые мы заказали, и они уже сегодня, завтра приходят, и с понедельника мы начнем в специальных бутылях по одному литру, по пять литров выдавать на все производства, во все подразделения предприятия. Кроме того, заказаны бесконтактные термометры, которые будут у нас на КПП. К сожалению, их подход ожидается только во второй половине апреля. Это объективность, которую никуда не деть. Более того, мы заказали еще дублирующие, тоже 12 штук, это на КПП, но они придут только в начале мая. Посмотрим, что придет раньше. Ситуация на самом деле крайне серьезная, всем вдруг это понадобилось. Но одновременно с этим, и мы это раздадим всем начальникам цехов, начальникам подразделений, пришли градусники электронные, 900 штук мы закупили, и 30-го числа мы начнем их выдавать. То есть начальник цеха раздаст их по своим подразделениям, и, так скажем, наверное, добровольно работники будут проверять свою температуру, и если что-то вдруг пойдет не так, значит, алгоритм действий, в общем-то, понятен. Кроме того, очень серьезная проблема у нас на предприятии, вот именно сегодня, потому что раньше этой проблемы не было, это скопление большого количества работников с утра и вечером у проходных. Значит, что мы сегодня предпринимаем? Первое, вчера я разослал уже всем руководителям подразделений пояснение, что работники комбината могут приходить для того, чтобы разрядить обстановку на КПП, чтобы дистанцировать людей друг от друга. Мы, во-первых, сейчас сделаем маркировочные линии на КПП в расстоянии метра, чтобы человек шел не, так скажем, толпой стояли, а именно по разметке один за другим. Мы понимаем, что это может вызвать некое замедление прохождения людей через контрольно-пропускные пункты, поэтому дано поручение, что время прохождения на рабочее место увеличивается до 8 часов 15 минут. То есть все вот это, я думаю, что за 15 минут мы, в принципе, сможем, все люди смогут пройти на работу без такого скопления серьезного. Вот это не будет считаться опозданием на работу. Но мы посмотрим, как это будет проходить, и, соответственно, если понадобится больше времени, будем этот период продлевать. И в связи вот с введением вот этого режима, я призываю всех работников комбината, те, кто идет на работу, максимально, так скажем, рассредоточиться перед КПП и следить за тем, как люди проходят, и, в общем-то, следовать друг за другом на расстоянии. Я думаю, что мы сейчас еще предпримем меры в части того, чтобы ограничить или не ограничить, а именно остановить поток машин по декабристов именно напротив КПП вот на это время, чтобы люди могли рассредоточиться не только у КПП или через дорогу в районе стоянки автомобилей, но и непосредственно самой проезжей части. Я думаю, что это в наших силах, и мы это сможем сделать. Я думаю, ДПС нас поддержит. Дмитрий Игоревич, сами какие-то меры профилактики применяете? Сами как относитесь к этой ситуации? Боитесь ли вируса? Вируса бояться нужно в любом случае, потому что угроза на самом деле реальная, опасность очень высокая, результат, к сожалению, судя по новостям, которые приходят из зарубежных стран, она фатальная, она смертельная. И для того, чтобы этого не произошло, конечно, надо предпринимать все возможности, возможные меры, которые нам предписывают, нам советуют. В первую очередь, это, конечно же, личная гигиена, мыть руки как можно чаще. Сегодня мы исключаем все, к сожалению, принятые в России мероприятия приветствия, не мероприятия, а жесты приветствия, то есть перестаем пожимать друг другу руки. Как я уже говорил, мы перевели все предприятия на проведение совещаний, которых проводится, в общем-то, достаточно много на предприятии, в режим конференции. Поменьше общения, поменьше передвижения по территории завода. В курилках у нас народ тоже скапливается, будем просить их, так скажем, собираться не более одного. То, понятно, что курилка – это у нас место для общения, но, тем не менее, вот чем-то нужно, наверное, на сегодня пожертвовать. И очень важно, по моему мнению, чтобы люди все поняли, что вот все эти мероприятия, они проводятся, мы говорим сейчас о выходных днях, проводятся не для того, чтобы люди имели возможность что-то поделать дополнительно, погулять на свежем воздухе с детьми, с родными, походить по магазинам, ну, магазины вроде как будут закрыты, а именно для того, чтобы они находились дома, чтобы ограничить возможность распространения инфекции. И поэтому я всех призываю находиться дома. Да, это важный момент, потому что до сих пор многие думают, что сейчас вводятся слишком жесткие меры, зачем этот карантин, зачем нас так закрывают, зачем нас призывают сидеть дома, потому что у нас вроде как еще не все так страшно, а тем не менее ситуация в той же Италии, Испании, в США уже достаточно критическая. Слово «слишком», наверное, оно не подходит. Все мероприятия, которые на сегодня вводятся, это необходимость, это, скажем так, даже жизненная необходимость. И опять же, у русских есть поговорка «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Давайте отойдем от этой поговорки. Мы не должны прийти к той ситуации, когда гром грянет, а уже будет поздно. В данном случае, еще раз повторюсь, угроза, она реальная. Поэтому, чтобы этого не произошло, мы должны предпринимать все возможные меры на уровне сознания каждого гражданина, каждого жителя города Новодвинска, именно так, как предписывается. Дмитрий Игоревич, ну еще одно серьезное последствие пандемии – это экономический кризис, нам уже его тоже обещают, долгий, затяжной. Как в сегодняшних условиях спрос на продукцию архангельского ЦБК? Каким образом работает предприятие именно в плане экономической стабильности? Знаете, очень хороший вопрос. Предприятие на сегодня работает стабильно, спрос на готовую продукцию есть. И более того, есть у нас уже идеи, так скажем, и по повышению цен, и как на внутреннем рынке, так и на экспорте. Вы знаете, что цены у нас за прошлый год обвалились буквально там и на внутреннем рынке, и на экспорте более чем на 50%. Вот сейчас ситуация на самом деле крайне сложная. Но опять же, ситуация с коронавирусом, как мы предполагаем, я думаю, что мы это достоверно узнаем, может быть, через месяц, через два, через три, спада на гофроящики, которые изготавливаются из нашей готовой продукции. Нет, более того, есть рост. Почему? Потому что люди сидят дома, и осуществляется дистанционная доставка. То есть это же нужно все упаковать, чтобы довезти. Поэтому все гофропроизводства, в общем-то, работают на полную мощность, и спрос на готовую продукцию на наш полуфабрегат, так скажем, как внутри Российской Федерации, так и на экспорт, он есть. Дмитрий Игоревич, спасибо, что лично пришли к нам сегодня в студию, ответили на самые острые, животрепещущие вопросы, которые волнуют всех горожан. И еще раз предупредили о том, что нам нужно быть готовым, соблюдать все эти меры, и это очень важно сейчас. Да, я хотел бы еще раз обратиться ко всем жителям города Новодвинска, к работникам Архангельского ЦБК. Если что-то непонятно, если нет ответов на вопросы, обращайтесь в службу административного директора. Есть каналы передачи данных, можно задать вопрос, мы обязательно отреагируем. Никакой паники, потому что отсутствие информации, это, конечно же, хуже не бывает. Но, тем не менее, есть люди, которые, к сожалению, пользуются ситуацией, с какими интересами, с какими целями, мне непонятно. Но, тем не менее, мы должны держать руку на пульсе. Спасибо еще раз. Спасибо. Всего вам доброго и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...